Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Здравствуйте! С вами шоу Химики Хихимики и я Шипучкина. Ну что, пофизичим сегодня? Да! У меня к вам такой вопрос. У меня есть стеклянный стакан и теннисный шар. Скажите, как можно заставить теннисный шарик быть в центре этого стакана? Ну, просто налить туда воды. Еще варианты? Нет вариантов? Как-то... А, нет. Просто налить сюда воды и все? Попробуем. Много воды наливать? Ну, в середине, если хотите. Шарик сразу закидывать? Ну... Потом. Потом. Достаточно? Подождем. Что происходит? Он скатывается. Он у нас по центру? Нет. Нет. А почему? Потому что... Потому что... Потому что вода его как... Как водку носит. Еще варианты какие есть? Там совсем людям невидимые горочки большие. Нет, нету. Абсолютно гладкий стакан. Ну, людям невидимые. Показать, как можно сделать так, чтобы наш шарик все-таки был в центре? Да. На самом деле все очень просто. Нужно налить воды гораздо больше. Как вы думаете, столько будет достаточно? Нет. Нет. Шарик у нас до сих пор не по центру. Может, полный стакан? Его держи? Нет. Его держи? Капельку. Его держи? Господи. Он, может быть, я ушел. Но он до края не дошел. Как вы думаете, как у нас так получилось? Может быть, очень надо водить? Потому что там уже нет краев, куда бы он мог сходить. И что? Мы с вами уже не раз говорили о силе поверхностного натяжения. Правильно? Как раз таки сейчас мы и видим силу поверхностного натяжения. Образуется так называемая сферическая шапка, которая толкает наш шарик именно к центру. Не по краям, а к центру. То есть вода стала не ровно, а небольшая... Пригорок. Да, небольшой пригорок стала, небольшая горочка. И поэтому наш шарик завис в самом центре. Как вы помните из наших прошлых выпусков, вода состоит из множества молекул. На молекулы верхнего слоя жидкости, того, что соприкасается с воздухом, действуют силы притяжения молекул внутренних слоев воды. Они притягивают друг друга, вода будто пытается сжаться. Ее верхний слой становится более упругим и способен выдерживать даже вес небольших насекомых. Какой это эксперимент? Физический или химический? Физический. Правильно, это физический эксперимент. Химический. Не использовали, просто физический эксперимент. Вам понравился? Да. Такой эксперимент, кстати, вы можете показать дома своим родителям. Правда? Да. Или своим друзьям. И объясните, как же у нас так получилось. Вам понравилось? Да. Тогда наш девиз? Наука – это круто! С вами было шоу «Химики-химики». Я Шипучкина. До новых встреч. Пока-пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова